Приветствую вас, любители винограда! Сегодня у нас будет разговор об этой удивительной культуре и мы поговорим о мифах, связанном с выращиванием этого растения. Как следует из названия самого канала, мы с вами будем говорить о винограде Белоруссии. И миф первый, это то, что в Белоруссии виноград не растет. Мы имеем в виду хороший виноград. Очень много людей привыкли к тому, что единственный виноград, который бывает в наших садах, огородах, это виноград сорта Изабелла, который, как правило, не вызревает, мелкий, кислый. Ну, в общем-то, используется, скажем так, как живая изгородь, как забор, как притянение беседки. Ну, на самом деле, если вы смотрели предыдущее видео, то вы уже убедили, что виноград в Белоруссии растет. И растет очень хорошо. Но с этим связан еще следующий нюх. За виноградом не надо ухаживать. Его можно посадить, и все. Так вот, если вы хотите действительно хороших результатов, если вы хотите красивые крупные грозди, красивые сладкие ягоды, которые будут рано созревать, то, конечно, кроме выбора сорта, об этом я поговорю в другом видео, нужен уход. Вот. Без этого никак. Ну, почему-то многие садоводы привыкли к тому, что нужно ухаживать за картошкой. Причем действительно ухаживать за картошкой надо посадить, надо окучить, надо обработать от жука. А вполне вероятно, прополоть без этого нарасти не будет. И к этому мы привыкли. Это нормально. Если мы садим помидоры, ну, помидоры тоже надо обламывать пасынки, надо обрабатывать от вредителей. Мало того, помидоры, как правило, если мы не покупаем готовую рассаду, мы выращиваем ее сами, это тоже труд. И пропалывать тоже надо. И к этому мы тоже привыкли. И даже многие знают, что для того, чтобы дерево приносило хороший урожай, за ним тоже нужен уход. Его надо подкармливать, его надо обрезать. Но почему-то виноград, мы считаем, что его можно вторгнуть где-нибудь, и все. А дальше он будет расти. Нет, так не будет. Так, тогда мы возвращаемся к мифу первому, что виноград в Беларуси не растет. Конечно, когда я, например, рассказывала про уход за виноградом кому-то из своих знакомых, я однажды услышала такую. Ну вот, в теплых странах, а-ля Таджикистан, там никто за ним не ухаживает, его вторгнули в землю, и все. Ну, мы понимаем, что там совершенно другие климатические условия. Там другая почва, там другой климат, там все другое. В наших условиях, в Беларуси, за ним нужен уход. Миф третий, то, что за виноградом ухаживать очень сложно. Опять же, мы привыкли, что за картошкой нормально, за помидорами нормально, за морковкой, бурочками, которые еще там прорывать надо, полотни на всех почвах, они нормально вырастают, плюс нападают вредители, тоже к этому мы привыкли. Но за виноградом ухаживать сложно. Даже я общаюсь со своими соседями по даче, когда вот они проходят мимо моего участка, видят вот эти красивые шпалеры, красивые урожаи, и говорят, «О, да, ну это же столько труда, надо ухаживать». Да, надо ухаживать. Да, это труд. Но если вы освоите систему, если вы будете делать все своевременно, то ничего сложного в этом нет. Да, в идеале иметь шпалеры. Это делается один раз, и все. Дальше, если вы приспособите правильно проволоки, правильно какие-то сделаете приспособления для того, чтобы лозу прищелкивать, привязывать к проволоке, и выработаете систему, ничего сложного в этом нет. Вам не надо стоять раком, чтобы это все полоть. Да, обрабатывать тоже надо, но это не так сложно. То есть всего лишь важна система и немножечко ухода. И тогда вы получите хороший урожай. Не в следующем, и даже часто, когда у меня спрашивают, ученики говорят, «Ну мне такое, чтобы поменьше ухода». Ну понятно, что поменьше ухода, то есть есть виноград, который больше подвержен заболеваниям, есть, который меньше подвержен заболеваниям. Опять же, я буду говорить об этом в другое видео, где мы будем обсуждать выбор сортов винограда, но, например, к такой вещи, как укрытие в условиях Беларуси, я бы все-таки советовала прибегать. Почему? Рассказываю наш собственный опыт. Да, опять же, при выборе сортов, еще будем об этом разговаривать, мы можем выбрать сорт неукровной, и даже у нас есть такие сорта, и мы этим руководствовались изначально при выборе. Ну, вот одну зиму мы оставили, у нас все хорошо перезимовало, без вопросов мы получили урожай. Следующую зиму мы оставили виноград на шпалере, и все почки смерзли. Да, он не погиб, пошли вторичные почки, но урожая не было совсем. То есть мы потеряли один год. Один год хорошего урожая, потому что эти кусты уже плодоносили. Это был сорт зилга, это был сорт, который очень устойчив. И подумайте, стоит ли рисковать. Да, бывают у нас зимы мягкие и хорошие. Бывают зимы крайне плохие. Мало того, когда виноград очень сильно подвержен обмерзанию, это весна. Приходит раннее тепло, почки уже набухают, вспомним пару лет назад, когда в районе майских праздников в некоторых местах Беларуси было минус 7. Всё, и вы всё потеряли, весь свой труд. Стоит ли рисковать или проще взять и укрыть? Мы об этом, про укрытие, опять же разговоры другой, когда раскрывать. Раскрываем мы поздно, но этим вы сохраняете свой урожай и бережёте свой труд. То есть это делать надо. Даже та же Изабелла, которая считается супер-пупер устойчивой, часто у неё тоже первые почки подмерзают, и она начинает расти, плодоносить с почек замещающих. А это даже если там заложен урожай, пару недель минимум вы теряете пот. И вот причина того, что у вас даже если будет урожай, он не вызрит, а усилия были приложены. То есть тут решать, конечно, вам, но в наших условиях всё-таки мы находимся в зоне рискованного земледелия, и поэтому виноград укрывать надо. Ещё один миф винограда связан с обвеской. Опять же, тут существует два противоположных мнения. Кто-то не режет вообще, это плохо, кто-то режет слишком сильно, и это тоже плохо. Более подробно будем об этом рассказывать, но сейчас я немножечко остановлюсь. Первое, если мы не режем совсем. Вспомним, яблони прорежаем, у помидора пасынки обламывают. Не хватает у нас той кормовой базы, чтобы растение выкормило всё, что у него есть. Поэтому его надо нормировать. Существуют сорта, которые подвержены перегрузкам. Если растение перегружено, оно не даст хороший урожай, оно уйдёт слабым на зиму, и оно может просто погибнуть. Даже если это такой куст не первого года. Кроме того, если мы ничего не прорежем, ничего не убираем, питательных веществ на всё не хватает, мы получаем мелкие грозди, ягоды будут созревать позже. То есть мы не получаем того эффекта, который мы при покупке, например, видели на картинке, видели в видео, что «О, как классно!» А у нас почему-то так не выходит, нас обманули. Нет, вас не обманули, просто вы кое-чего не сделали. То есть я вот эти вот примеры вижу тоже. У моих соседей на даче растёт виноград, и я вижу разницу у них и у себя. Вторая часть этого мифа – то, что виноград надо резать, и очень часто его обрезают за гроздью. Не знаю, миф настолько распространённый, настолько часто он встречается. Поскольку у меня биологическое образование, я попробую немножечко объяснить, почему так нельзя делать с точки зрения именно биологии растений. У нас в земле есть вода и питательные вещества, минеральные. Они поднимаются по стволу, как насос в, скажем так, заводик. Заводик – это листья. Это, в принципе, школьный курс биологии, но для понимания процесса я вам немножечко хочу объяснить. Понимаются листья. Листья – это завод, который перерабатывает эти минеральные вещества в органические, перерабатывает в те же сахара, которые поступают в ягоды. Вот теперь представьте, что вы просто уничтожаете, вот у вас здесь гроздь, здесь вы пару листиков оставили, остальное обрезали. Скажите, пожалуйста, с чему питаться вашим ягодам? Водичкой, которая в корнях, ягоды питаются не водичкой, ягоды питаются сахарами, которая водичка с веществами минеральными вверх поднялась, там на заводике она переработалась и назад в ягодке пошла поступать. А мы этого заводика лишили растения. Чем ему кормиться? Кормиться нечем, ну и, соответственно, получится такой же результат. Поэтому вот так безжалостно обрезать нельзя. По обрезке есть схема, о которой тоже будем говорить. То есть зеленые операции, как их проводить, что убирать, что не убирать. Придет сезон, придет пора, уже конкретно на растения будем показывать и рассказывать. Ну вот сегодня я вам рассказала самые такие распространенные мифы о винограде. Если что-то еще буду вспоминать, то, конечно, буду добавлять в других видео. На сегодня настало время прощаться. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. И до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!